Сегодня происходило это... На сегодняшний день приехал в город Лекросеть, якобы здесь обрыв кабеля находится. Но предоставив бумаги на ремонтные работы, оказывается у них на служу 28А есть дорожные ремонтные работы. И на Оленьском проспекте 154, что вообще в разных местах. Попросили предоставить план, где какие кабеля располагаются, до сих пор планы нет. Они потоптались, соответственно все разъехались. Но пока причин никаких. И говорят сегодня еще приезжал в ГИБДД, да, сюда? ГИБДД, да, было с утра. Вместе с ними пригнали они трактор, пригнали газон, мутка с кунгом. То есть много было техники, ГАИ стояло, держалось, фотографировали. Потом приехали два телеканала, тогда уже все стали вести себя как-то более сбереженными, меньше выходить. Еще была у нас Насгвардия посидела, ребята очень хорошие. Да, пожали нам руки, сказали, что они с нами. Понятно. А телеканалы приезжали, какие они вопросы задавали вообще? Ну, все то же самое, что мы стоим, почему мы вообще здесь стоим. Мы объяснили, что у нас какие требования, что это идет все российская стачка, забастовка. Приветствую. Все рассказали, они нас выслушали. ТНТ губерния, конечно, сделала пообширнее репортаж, там несколько человек дало интервью. Ну, а Россия один сделал такой скудненький репортаж, быстренько 5-минутный ролик и уехали. Еще, 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 вспомните, что сегодня Медведев, Медведев заявил, что 400 машин, всего 400 машин, когда там только в Дагестане 200 стоит. Значит, что Дагестан не растил уже, 0,5 регион РФ. То есть, получается, либо Медведева обманывают и доносят ему неправильную информацию, сообщают, либо получается, что он выкладывает и ему сообщают недостоверную информацию. То есть, у нас, наш административный ресурс, наши управленцы работают из рук вон плохо. Ну, это да. Да. Ну, они вам еще чем-то угрожают, нет? Или пока что... Нет, никаких угроз уйдет на официальной основе. Мы же не как часто лицо, а организаторы. Понятно. Но они обещают продолжить, да, по поиске кабеля? Ну, они всякие причины находят. Ну, завтра золото начнется искать. Завтра что-то может быть, скважину найдут нефтяную. Да, да. Может быть, газопровод откроют. Ну, понятно. И еще, рядом с трассой не может быть, в принципе, никакого... Какого-то серьезного кабеля, прокладывания. Из проекта, там, какого-то, 13-14 года здесь же планировалась развязка с эстакадой и какой-то кабель. Понятно. Ясно. Спасибо.